библиотеки в современной москве это не только место для получения информации но и общение и проведение свободного времени с удовольствием и пользой я считаю что библиотеки сейчас располагают огромными ресурсами для посетителей сейчас в москве очень много делается для жителей для гостей столицы учитываются практически все потребности также и библиотеки сталина стезю преобразований открываются точки роста интересны нашей центральной библиотечной системе московская тоже открывал открылись уже точки роста работаем в этом направлении я думаю что это правильно это здорово было бы здорово если бы ресурсы всегда были бы неограниченными бесконечными я бы сделала комфортное помещение для всех наших категорий читателей и для тех кто хочет посидеть в тишине и для тех кто хочет быть услышанными а еще у нас перед библиотека есть амфитеатр и я бы хотела использовать это пространство было бы здорово поставить большой экран и я думаю что дети бы не отказались смотреть мультики наших партнеров подростки и взрослые я думаю с удовольствием смотрели бы экранизации классических и современных литературных произведений еще я хотела бы музыкальное оборудование хорошее и хорошую концертную площадку потому что у нас в библиотеке проходит очень много концертов молодых исполнителей или музыкально-поэтические гостиные и я думаю что вот это вот пространство перед амфитеатром можно было бы использовать с гораздо большей пользой и удовольствием вот еще я думаю было бы неплохо поставить велотренажер или беговую дорожку с экраном чтобы можно было проводить время с пользой и с удовольствием то есть бежишь крутишь педали еще успеваешь прочитать необходимую информацию или прослушать аудиокнигу я думаю что надо обратить внимание на социально незащищенную группу людей которые замыкаются зачастую в себе которые стесняются просто выходите в людные места общаться с другими людьми живут в маленьком мире и бы есть какая-то доля ограниченности в их жизни проводя мероприятия различные как раз таки я и увидела эту проблему и вот свой проект клуб территория мам я создавала именно после таких вот выводов потому что эти люди до клуба боялись ходить даже в медицинские учреждения получать помощь боялись ходить социальные организации и даже мало контактировали с другими семьями вот поэтому если можно отсылочку сделаю кстати я совсем недавно вышла статья про одну из участниц клуба которая как раз таки и рассказывает свою историю как ее жизнь поменялась с вступлением в клуб это как раз таки о том что мне кажется стоит больше обращать и другим библиотекам и другим организациям общественным внимание на эту категорию граждан